Доброе утро! Давайте сегодня опять в рамках разговора о молитве давайте прочитаем Псалом 65 но не весь будем выхватывать отдельные моменты вот я полагаю каждый может прочитать этот Псалом самостоятельно но сегодня хотелось бы поговорить о молитве как о прославлении Бога Псалом 65 начальнику хора песнь воскликните Богу вся земля пойте славу имени Его воздайте славу хвалу Ему скажите Богу как страшно ты в делах Твоих по множеству силы Твоих покорятся Тебе враги Твои вся земля допоклонится Тебе и поет Тебе допоет имени Твоему мы с вами говорили о молитве как о прошении как о выражении того что Бог на первом месте вот в общем-то это и тоже есть прославление вот но здесь я хотел поговорить о прославлении как о моменте когда человек так что называется Библия величит устами своими Господа и это тоже такой важный аспект как правило мы так делаем когда поклоняемся в церкви прославляем Бога ну правда не всегда это происходит так вот явно радостно живо вот иногда люди стоят в церкви такие иногда очень часто стоят такие как будто пришли вот знаете в очереди в очереди постоять так постоят индеферентно вот ну ну садитесь ну сели вот не все понятное дело есть люди у которых прям сердце раскрывается в хвале вот я вот о таких моментах когда на самом деле как ну да как говорит в псалмах величит душа моя Господа вот и на самом деле бывают моменты и я к этому призываю не обязательно это может быть в церкви когда человек начинает словословить Бога как просто вот возносить ему хвалу говорить о его чудных деяниях чудных делах прекрасных и не обязательно вспоминать выход израильского народа из пустыни в этот момент ну потому что нас это не касается в общем-то по большому счету то есть несколько есть псалмов где израильсане начинают славить Бога и рассказывать историю своего народа то есть вот Бог нас снял с рамен наших там тяжести и так далее вывел нас из земли египетской ну и прочее то есть один из аспектов это когда они начинают вспоминать историю например 6 стих вот этого псалма 65 он превратил море в сушу через реку перешли стопами стопами там веселились мы о нем вот то есть это просто вспоминаем воспоминания истории но у нас у каждого своя история правда Господи молился тебе о таком-то и тяжело было мне и тяжко и гнулся как тростник или можно сказать что-нибудь ближе к нашей средней полосе да гнулся как осока как ива плакучее там сгибался над рекой там и сердце мое было тяжело но ты призрел на меня избавил меня и дал мне простор и вот хожу теперь веселюсь ну я конечно шучу вот но по аналогии с псалмами что-то подобное почему бы нет следующее следующее постоянно в псалмах видим призыв призыв к хвалию то есть вот начинается этот псалм пойте славу имени его то есть пойте скажите восьмой стих благословите народы бога ну явно этот псалм говорился пелся в собрании то есть призыв актуален тогда когда есть люди с другой стороны когда Давид мог сам петь благослови душа моя господа да то есть он призывал сам себя благослови душа моя господа и не забывай всех благодеяний его вот также интересно что в псалмах они начинают пересказывать ну в псалмах частый мотив пересказывание дел божьих не избавления а именно вот внутренней его работы в нас то есть десятый стих ты испытал нас божий переплавил нас как переплавляет серебро ты ввел нас в сеть положил оковы на чресло наше вот посадил человека на главу нашу но это опять частичную историю пересказывают они вот ну и дальше избавление то есть опять да то есть такой момент затрагивается как работа бога со мной то есть я могу тоже сказать был я злой нехороший вот но ты господи душу мою избавил душу мою вывел из сети из сети из сети да из сети в общем из нехорошего места ну вот там запутался я и так далее и вот ты мне господь дал короче говоря молитву как прославление вот и 20 стих заканчивает псалом благословен бог который не отверг молитвы и не отвратил от меня милости своей то есть смотрите опять псалом опять благословляет господа прославляет его имя благодарит его за то что не отверг молитвы то есть смотрите это просто важно делать не то чтобы нужно выжимать из себя эту молитву но я думаю что сердце которое которое господу которое настроено на контакт с господом которое настроено на общение с богом сердце которое ищет благодарение за что благодарить бога сердце которое отвергает уныние и грех старается не касаться вообще даже не смотреть в ту сторону вот оно будет исполнено вот такими вещами и время от времени у нас сердце будет переполняться Такой вот хвалой И тогда мы будем возносить Ну это будет естественно Возносить вот такую молитву Молитву как прославление Когда мы ничего не просим у Бога Когда мы не Перечисляем свои нужды О Господи пусть Ну вы сами знаете Чего Дай то, дай сё, пятое и десятое Но когда мы от всего сердца Начинаем просто славить Его Просто благодарить Его, хвалить Опять таки вспоминать Прежние Его совершения В нашей жизни Я думаю, что это очень важная часть нашей жизни Вот И понятно Обстоятельства у нас разные Но в конце концов, как написано В Матфее В шестой главе, в Луке В одиннадцатой, как примера молитвы Войди в комнату твою Войди в комнату, затвори дверь За собой И Отец, видящий тайны Воздаст тебе явно То есть начни славить Господа Начни Его прославлять Просто, когда ты один С инструментом или без Не важно Не все умеют играть Не все даже петь Умеют Но для Бога это не важно Для Бога это сердце важно Так ведь Потому что, когда мы одни Нам не нужно думать о том Как мы слагаем слова Как мы слагаем слова Насколько правильны наши предложения Если мы берем инструмент Насколько благозвучно мы Что-то делаем Звуки извлекаем Ну и так далее То есть это все не важно И это все теряет значение Когда мы одни Вот поэтому важно Зайти в комнату Просто предстать перед Богом Зайти в комнату свою То есть Остаться с Господом Один на один Вот И просто не отвлекаясь На все эти вещи Просто славить Его Я знаю, что Некоторые так люди делали И это Ну как делают Я тоже так делаю Время от времени Насколько возможно Ну это на самом деле Великое назидание Производит Раз Вот Есть свидетельство Что Подобное Подобное поведение Дает силы В борьбе с грехом То есть Если у человека Какое-то искушение Он берет просто инструмент Или просто так Начинает славить Бога Вот Наполняться Господом Просто возносить Ему Хвалу, Благодарение И искушение уходит Отступает Потому что человек Наполняется Господом Вот Ну и в конце концов Это просто радостно Так ведь Это просто Если это естественное Для нас Это если не Вымученное Но естественное То Сердце наполняется радостью И Не нужно подбирать слова Не нужен человек Учить правильным фразам Каким-то Но Сердце изливается Просто как Как писал Давид Опять-таки Слова моей трости Скорописца То есть Не успевая записывать То есть Речь льется из меня Речь именно Хвалы Господу Поэтому Дорогие братья и сестры С утра Понедельник В начале недели Поддерживаю вас Нас Нас Себя самого Проводить Такое время С Господом Иметь такое время С Господом Ребят Времени И Благословит вас Господь Отец наш Небесный Начинь нас Пожалуйста Молиться Так Тоже Выделять Для этого Время Дай нам Господь Пожалуйста Наполняться Тобой И Просто Прославлять Себя Господь И в том числе Своей жизни Не только Словами Но Дай нам Находить Время И для Словословия Своей жизни Потому что Это здорово Потому что Это важно Научить нас Господь Во имя Иисус Христ Аминь